Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос, и вы знаете, вот по поводу того, чтобы вам что подсказать, значит, есть несколько моментов. Первый момент, пожалуйста, это разграничение ответственности. То есть четкое понимание того, что сделали вы, и за что вы несете ответственность, и что сделал человек и вся его семья, и за что они несут ответственность. Кстати говоря, сын, мы не написали, сколько лет сыну, но, опять-таки, если обречь в сторону разграничения ответственности людей, то уверены, что жена и сын несут ответственность за то, что с вами случилось в меньшей степени, чем у человека. Ну, то есть, на муж и отец этих самых жены и сына. Первый момент, это разграничение ответственности, то есть четкое понимание того, кто за что ответственен. Вы здесь не пишете, как бы, сути своего вопроса, то есть сути своих проблем. Вы здесь пишете в общем, поэтому и ответ тоже будет общим для, так сказать, полноценного, правильного рассмотрения вашей проблемы, и желательно быть, чтобы вы прояснили, вообще-то говоря, саму суть. Вы пишете, что человек подставил вас на огромный грех в вашей жизни. То есть, вы по указке под давлением другого человека совершили какой-то огромный грех, и из-за этого не получилось создать семью, и стало губительным для вашего здоровья. Понимаете, вот когда я говорил о разграничении ответственности, я имел в виду, что часть того, что вы сделали сами, часть того, что вы сами совершили, за это отлучаете вы. Не человек, не его семья, не его жена и сын, а вы. И вот в этой части, в части того, что вы делали сами, в части того, что вас никто не доставлял, то есть, вас же не вынуждали откровенно, вас не шантажировали, не принуждали, не стояли с ножом у горла и говорили, или сделай, или там, мы тебя убьем. Нет, не говорили. Вы сделали это сами, потому что думали, все так правильно. Об этом, потом, что вы думаете, все так правильно, мы еще поговорим. А пока давайте немножко продолжим. Если вы принимаете на себя ответственность за то, что вы сделали, за часть, за часть того, что произошло, вы берете ответственность на себя. Пока за всю ответственность перекладываете на других людей, на семью этого человека, и на самого человека, это понятно, потому что вы получили очень сильный негативный заряд. Но давайте подумаем, так ли человек виноват в том, что у вас произошло? Конечно, в чем-то, да, он не несет ответственность. Но и вы тоже ее несете. Дальше. Смотрите. Человек подставил вас на огромный грех в вашей жизни. То есть, именно подставил. Получается, что человек спровоцировал вас на какое-то поведение, которое для вас обернулось негативом. Возникает вопрос. Почему он это сделал? Какая у него была мотивация для того, чтобы вас подставлять? Если он хотел вас подставить и делал это целеустремленно, да, чтобы вам навредить? Именно навредить. Ну, давайте подумаем, какой человек хочет навредить другому. Кто вообще хочет навредить другому человеку? Кто хочет сделать так, чтобы человек, который находится рядом с ним, был несчастным? И ответ на этот вопрос достаточно просто. Такой человек, обладающий дефицитом чего-то, чего-либо. Это несчастный человек. Это человек, у которого отсутствует гармония внутри себя. Это человек, достойный жалости. То есть, получается, тот, кто вас подставил, это человек, которого нужно поделить. Потому что за счет вас он пытался, собственно говоря, самоутвердиться и реализовать то, что ему не хватало. Такие люди, достойный жалости. И если вы для себя вот это поймете, поймете, что человек действовал в своих корыстных целях, не понимая того, что он в сифолии за счет вас пытался получить то, чего нет у него, но есть такие люди, которые счастливы только когда несчастны другие. То вы перестанете воспринимать его как кого-то равного себе, а сейчас вы воспринимаете его как кого-то равного себе, потому что ненавидеть ненависть – это именно чувство к равному себе человеку. То есть, человек, достойный ненависти. Человек, которого вы считаете, ну, как бы, заслуживающим того, чтобы его ненавидеть. На самом деле, на самом деле, вы ненавидите не его, вы ненавидите того, кем вы думали, он для вас является. Но когда этот человек вас подставил, он им перестал быть, потому что, по сути, он оказался слабым, жалким, как бы, индивидом, страдающим дефицитом чего-либо. Если вы сможете его пожалеть, а он действительно достойный жалосты, если сделал то, что сделал, то вы поставите себя выше, чем он. А если вы поставите себя выше, чем он, то ненавидеть его вы уже не сможете. Презирать? Да, презирать сможете. Но не ненавидит. Далее. Далее, мне бы хотелось сказать о том, что вам порекомендовал мой коллег про мисс. Вообще говоря, не хотелось бы мне давать оценочные суждения тому, что говорят мои коллеги, но думаю, что здесь я должен не согласиться с его словами, словами про месть. Потому что месть, когда человек мстит, он мстит тому, помните, я сказал, да, что вы ненавидите равного себе человека, а в действительности он вам неравен, раз он совершил по отношению к вам такой поступок. Так вот, и мстите вы тому человеку, который вам равен. Мстите вы тому человеку, который дорожит вами, который ценит вас, и который вашу месть воспримет как что-то личное, как что-то серьезное, как что-то негативное для себя. Именно, знаете, как, если вы там навредите ему, это будет вред, ну, вред от вас, не как от человека, находящегося в отношениях с ним, а это будет вред, как от простого злого человека. То есть, когда мы мстим, мы мстим кому-то, кого не существует, и кто есть только у нас в сознании. Вы мстите нереальному человеку, а вы мстите образ, образа человека, который есть в ваше сознание. Того самого, может быть, которого вы ненавидите. Потому что ненавидите вы того, кто действительно совершил по отношению к вам такой плохой поступок. Только правда в том, что когда человек совершал такой поступок, он не считал его плохим для вас. И, скорее всего, ему не было дела до ваших интересов, до ваших чувств, до ваших переживаний. Ему были важны только его собственные интересы. И это означает, по сути дела, что человек к вам относился не так, как вы себе представляли. И вот этот момент позволяет сделать вывод, что в действительности вы относитесь к нему, к этому человеку, к его семье, так, как вы считаете нужно, но не так, как есть на самом деле. Теперь по поводу того, что вы испытываете апатию, не хотите ничего делать, значит, и, собственно, вы говорите о том, что у вас не получилось с тем, когда семью и стало временем для вашего здоровья. Огромный грех. Ну, во-первых, что касается греха, греха – это понятие, термин религии. Второе, если вы считаете, что вы совершили именно грех, то есть что-то, что Богу не угодно, то я бы рекомендовал вам обжариться к священнику и со священником этот момент проговорить. Почему именно со священником? Потому что священники тоже психологи, только они теологические психологи, то есть церковные. То есть лучше находят язык, общий язык, лучше устанавливают контакт с людьми верующими, которые считают, что их действия могут быть греховными. Уверен, вам беседа с ним поможет. Понятно, что на самом деле не такой уж огромный грех вы совершили. И если вам это важно, то грехи вам отпустят. Но с точки зрения психологии, с точки зрения психологии есть момент. Вот подумайте о следующих деталях. Когда вы совершали вот этот самый огромный грех, из-за которого у вас не получилось создать семью, вы знали о том, что ваши поступки в момент их совершения, в момент их осуществления приведут к тому, что вы не сможете создать семью. Понимаете, если вы знали это все, то значит, что-то изменилось в вашем восприятии. Что-то по-другому вы стали воспринимать. То есть, если раньше вам эти последствия оказались не столь важными, не столь ужасных, то потом они стали вам ближе, и вы начали их ужасаться. В каком случае нужно понять, что изменилось. Это и будет корнем проблем ваших. То есть, проблема не то, что вы совершили грех, а проблема именно в том, что вы по-разному осмотрите ситуацию, которая с вами произошла. Если вы не знали, чему приведет то, что вы делали, то, на что поставил вас человек и его семья, то вы, не зная последствий или не имея возможности представить себе, что такие последствия возможны, находились ситуацией в качестве субъекта. И последствия вы увидели только тогда, когда вы из этой ситуации вышли, то есть превратились из субъекта в наблюдатель. Соответственно, субъект, ситуация и наблюдатель это разные, это две совершенно разные качественные роли человека по отношению к каждой конкретной жизненной ситуации. И в роли наблюдателя вы можете видеть и осознавать то, что не можете в роли субъекта. И парадокс заключается в том, что как только вы становитесь наблюдателем, вам сразу становится более лучше, более полно видна эта ситуация, в которой вы еще совсем недавно были субъектом. И из-за того, что вы совсем недавно были в ней же субъекта, вам кажется, что вы могли поступить по-другому. Из-за этого вы начинаете себя винить. Но в действительности, когда вы находились в ситуации, вы поступали единственным образом, так, как вам казалось лучше всего. Или только когда вы перестали быть субъектом. То есть изменилась качественная роль в этой ситуации ваша, вы начали видеть ситуацию иначе, и вам начало казаться, что можно было поступить по-другому. Правда в том, что роль изменилась, и изменилось ваше восприятие, но это уже совершенно другое состояние. Когда человек находится внутри ситуации и непосредственно в ней принимает решение, он всегда обладает ограниченным ее восприятием, как на эмоциональном, психическом уровне, так и на физическом уровне. и таким образом нужно сказать, что винить себя за то, что вы приняли какое-то решение в определенной ситуации бессмысленно, по причинам которые я назвал, и вам нужно просто-напросто извлечь урок, извлечь пользу из того, что произошло, и в будущем больше таких ошибок не повторять. Далее вы пишете о том, что у вас не получило создать семью. А с кем и почему у вас не получилось создать семью? Почему вы не можете ее создать? Почему как бы ну аннулировалась возможность создания семьи? Вообще этот момент не очень понятен. А далее вы пишете, что у вас апатия, нет сил и это потеря веры в себя по сути дела. Это потеря веры в себя и здесь очень важный момент. Потому что у вас что-то произошло такое, на что повлияло изменение ситуации. но это неправильно. Потому что если например вы хотели быть вместе с другим человеком создать семью, то вряд ли бы вам что-то помешало. А потеря веры в себя это связано с теми моментами, которые я вам уже описал. и соответственно восстановить веру в себя нужно только приняв и может быть заново проработав, проговорив то, что я вам рассказал в своем ответе. Для более конкретных рекомендаций по поводу того, что вам делать, я думаю, можно и нужно более подробно знать, что с вами произошло. Тогда можно будет вам помочь. Конечно, при условии, если вы выберете светского психолога, а не церковного. На этом, я думаю, можно закончить. Желаю вам всего доброго, желаю вам обрести гармонию, желаю вам обрести покой, истинное правильное понимание ситуации, желаю вам искренне ненависть в своем сердце, она ничему хорошему не приведет, и надеюсь, что вам помог. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи.